Ненавижу делать домашку, вставать рано и химию. Так вообще можно говорить на этом канале? Сегодня можно. Я просто пытаюсь мыслить как старшеклассник. Это сегодня нам пригодится. Но обо всем по порядку. Меня зовут Татьяна Граева, и я преподаю химию в онлайн-школе Умскул. А это моя подруга Лия Менделеева, тоже в прошлом преподаватель химии. В этом ролике мы будем играть в 100 к 1 по химии. Это то самое известное с детства шоу, но вопросы здесь будут именно про химию. А отвечали на эти вопросы ученики Умскул. Так мы проверим, кто из нас лучше понимает учеников. Так что ты тоже участвуешь. Ставь лайк и подписывайся на канал. Ничего, что я так по-хозяйски. Все хорошо, теперь лайк будет принят за гостеприимство, поэтому не подведите меня. Для начала у нас пройдет Блиц с жеребьевка. Чтобы мы выбрали, кто первый начнет следующий раунд. Бросим монетку. Это немножко не по-химическе. Будем бросать ее в разные растворы. Это слишком долго. Все сильно проще. Перед нами будут открываться химические факты. Если он правдивый, то нам не нужно ничего делать. А если он ложный, то кто первый правильно его исправит, тот получит балл. Кто наберет больше баллов, тот начинает следующий раунд. Все понятно? А если кто-то из нас неправильно ответит? А мы все вырежем. Шучу, будет минус балл. Начинаем. Вы готовы? Да. Первый факт. Пары йода желтого цвета. Лия? Ура. Ложный факт. Пары йода фиолетовые. В точку. Это правильный ответ. Я еще и радуюсь. Факт номер два. Максимальная степень окисления и максимальная валентность у азота 5. Таня? Ложь. Максимальная валентность равна 4, а максимальная степень окисления плюс 5. Все правильно. Да, да. Это правильно. Вы знаете, это как будто, когда ты читаешь какое-то слово, типа, очень понятно, или что-то говоришь, и такой, ну, я же могу затупить сейчас. И быть ему элементарным. Факт номер три. Самый распространенный инертный газ на земле гелий. Лия? Ты что знаешь? Вообще, я думаю, то, что гелий это правильный ответ. Почему ты нажал? Перенервничала. Но в любом случае, этот факт неверный. Самый распространенный инертный газ на земле это аргон. На экзамене этого точно не спрашивают. Но мы все теперь знаем. К сожалению, у тебя вычитается один балл. Таня у нас лидирует. 1-0. Факт номер четыре. Бензол не обесцвечивает бромную воду. Вообще, никто из нас не нажал, потому что факт правдивый. Ладно, ладно. Это действительно так? Бензол не обесцвечивает бромную воду. Да, он может присоединить только флор. И то при нагревании. Ну, при нагревании, при свете. А только с чистым бромом он может в замещение вступать в реакцию. Но не водичка. Да, но не врата муре, а хорошая. Таня, поздравляю тебя. Поздравляю тебя, но не от всего сердца. Не от всей души. Сейчас мы очень торопимся приступить к игре и нет времени объяснять подробно все детали. Но просто зная, что на основном курсе подготовки КГ и ЕГЭ я очень внимательно подхожу к тому, чтобы каждому ученику все было понятно. Чтобы каждый мог получить на экзамене тот балл, который сам хочет. Так что, если хочешь понимать, чем все же степень окисления отличается от валентности, что такое инертные газы, или просто хочешь сдать экзамен на сотку, то переходи по ссылке в описании и записывайся на основной курс Умскул. Поддерживаю. Сейчас уже нам будут даваться вопросы, на которые отвечали подписчики Умскул. Мы по очереди говорим, какие, на наш взгляд, самые популярные ответы среди учеников. И получаем баллы за правильно угаданные. У каждой из нас будет возможность совершить три ошибки. В общем, все как в передаче. А вот этот звук при ошибке будет? Я думаю, мы на монтаже посмотрим потом. И важное предупреждение. Не переживай, если ответов, оставленных тобой в голосовании, здесь не окажутся. Для нас выбирали только самые популярные ответы, поэтому мне сказали, что, к сожалению, элемент оладии пришлось убрать. Ну вот, минус вариант. Я готова. Начинаем. Таня, так как ты выиграла жеребьевку, поздравляем тебя еще раз. У тебя есть право начать первый. Какой самый смешной химический элемент? Азот? К сожалению, первая ошибка. Никто так не ответил. Они же всегда говорят, что он приколист. Нет, азот приколист, но он не смешной. Он такой абьюзивный приколист. Так как ответ у тебя ошибочный, право хода переходит к Лии. Срочно вспомнить таблицу Менделеева, господи. Галей пускай будет. Такой элемент есть. Ура! Так ответило четыре человека. Это не самый популярный ответ, но все-таки он есть. Они, видимо, Галли выбирали по логике, типа, Галли отмены. Я не знаю, почему для них смешной. Четыре человека со мной согласны, а я с ними. Но вот те, которые в начале, как мне кажется, да, они не очень смешные. Ну, потому что мы с ними постоянно реакции пишем. Может, ауром? К сожалению, нет такого. Ладно. Я считаю, что это медь. Ку. Ку. К сожалению, такого ответа у наших учеников не нашлось. Так, это вторая твоя ошибка, и мне нужна твоя помощь. Я просто не уверена, что такой элемент даже есть. Криптон существует? Нет? Или я его выдумала? Да, есть. Ура! Тогда мой ответ криптон или что-то в этом духе. Такого ответа нет. Что же они считают смешным-то? Вот переходит Таня. Пусть это будет сера. Такого варианта ответа нет. У тебя, Танюш, три ошибки. Не переживай, я сейчас тоже ошибусь. Есть ответ цирконий. Такое же тоже есть, да, в таблице? Я не знаю, что для вас смешно, конечно, но это точно не смешно нашим ученикам. Но в этом раунде ли ты ухватила свои четыре балла? Плюсминец! Надо было додуматься. Гелий, ну, потому что он... Потому что он хихихихаха, да. Типа хихихи. Ну, а вот, ладно, ладно, на самом деле я согласна, это тоже смешно. Окей. Угарный газ до этого тоже можно было... Так это же не элемент. Угарный, понимаешь, это угары. Это вот наш ум нас сейчас подвел. Слишком, слишком хорошо мы знаем, что это не элемент. Тоже вообще смешно, Ольга, просто. Вопрос. Кто эти четыре человека, которые подумали, что Барри и Железо смешно? Напишите, пожалуйста, в комментарии к видосу, что это вы, у меня есть к вам пару вопросов. Хорошо. Но объективно, плюмбом смешной элемент. Плюмбом, да. Этот раунд чуть сложнее. Во-первых, тут вопросы уже будут посерьезнее из тем, которые могут встретиться на экзамене. А во-вторых, Умску спрашивал подписчиков группы по химии и основной группы. То есть, ребят, которые не обязательно сдают химию. И теперь лидер, то есть ты, должна выбрать, какую группу будем брать. По химии? Или просто вот группу основных подписчиков Умску? А можно сначала подсмотреть вопрос? Я тоже спросила об этом, но нет. Я выбираю химиков. Это еще не все. После того, как появится вопрос, нужно будет ответить на скорость. Кто нажимает кнопку, отвечает правильно, тот начинает весь будущий раунд. Еще говорят то, что химия сложная. Ну вот правила этой игры реально сложные. Я полностью согласна. Мы начинаем раунд ЕГЭ. Внимание, вопрос. У какого класса органических веществ общая формула выглядит вот так? Ну давай. Цикла. Это алкадиены. Цикла алкадиены. Ответ Татьяны. И он правильный. Все. Поздравляем. Я бы не смогла так быстро ответить. Окей, тут я добровольно отдаю. Цикла алкадиены это вещества, у которых циклическое строение, и в составе цикла есть две двойные связи. Так как Таня победила, она может начинать отвечать первой. Нужно угадать самые популярные ответы на этот вопрос. Я вот думаю, они ведь могли отвечать на чушь всякую. Ну вряд ли там будет ответ типа телепузик или что-то такое. Ну да, но они могли отвечать с ошибками. Ну пусть это будут просто алкадиены. Алкадиены. Так ответило два человека. Поздравляю, у тебя в копилке два балла. Вот они, вот эти двойные пузиками. А вот интересно, если два человека ответили так, то что делали остальные? Пусть цикла алкены. Это неправильно. Кто так не ответил? Прикинь, никто не назвал это цикла алкеном. Я в шоке, честно говоря. Я примерно понимаю, что ты сейчас ответишь. Да, да, да. Я догадываюсь. Есть у меня предположение, и это цикла алкины. Все верно ли? Да. Так же, как ты, ответил один человек. Класс. Одно очко есть. Спасибо. Может, кто-то сказал то, что это алкотриен. И это самый популярный ответ. Офигеть! Я вообще даже не подумала об этом. Это была моя новая гипотеза, и она сработала. Сколько человек, сколько? Трэш. Восемь человек ответили. Просто трэш. Но у меня есть одна проблема. Это опять моя забывчивость. Вещества, у которых есть одна тройная, одна двойная связь. Я вообще не помню, как они называются, честно говоря. Одна тройная, одна двойная связь у них нет как отдельного такого класса. Там есть только один представитель. Это вот винил ацетилен, который нужен. Ну да, но навряд ли они сказали, что это о, винил ацетилен. Хотя, если были телепузики по типу циквалкинов, то, может быть, кто-то сказал. Да. Потому что СО2 это тоже элемент в таблице, наверное, угарный. Ну ладно, давайте я попробую винил ацетилен сказать. Такого ответа, к сожалению, нет. Ну ладно, я свою десяточку забрала, я довольна. Тогда продолжай. Таня, твой вариант ответа? Вдруг они ошиблись. Пусть это будут арены. Арены. Также ответило четыре человека. Да. Вот это по сусекам сейчас наскребем себе что-то там на уважение. Хорошо, замечательно. А что еще там можно было написать? Пусть они алкины написали. Алкины написали. Написали-написали. Написали алкины. Два человека. Пошла на винил ацетилен. Надо было идти по алкинам и аренам. Мне кажется, если Е на И менять, вот так вот, постоянно в разных местах, то так и... Так тогда пусть алкины будут. Алкины? Четыре человека. Еще один какой-то остался, который мы не назвали. Все непредельные назвали. Все непредельные. Ты думаешь, что там уже по алканам пошли? Да, я думаю, что да. Алканы, цикл алканы? Цикл алканы. К сожалению, нет такого варианта ответа. Ну давайте я скажу то, что это алкан. Алкан. Углеводороды? Тань, за что так ответит углеводороды? Ле? У меня тоже сейчас будет третья ошибка. У меня есть вариант сказать бензол в целом. Ну мало ли. Но что-то мне подсказывает, что это неправильный ответ. И нужно подумать еще. Намного шире, чем вы думаете. Куда еще шире химия? Химическое вещество. Непредельные могли бы они сказать, наверное. Слушай, ну все, ну я сдаюсь. Я не знаю, я говорю, пускай будет непредельное просто что-то. Непредельное? Да. И такого варианта ответа нет? Ну скажи, что это за ответ? Единственное, единственное, что вы не угадали, это что пять человек ответило, не бывает такой формулы, такого класса. И они не проходили это. Я вообще не думала. Ты когда сказала Катриена, я такая думаю, блин. Окей. Ну хорошо, 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 ладно. Итак, раунд со звездочкой. Не мазью звездочкой, если что. В этом раунде снова новые правила? Нет, все как в прошлом. А в чем тогда звездочка? Да, просто вопрос будет с подвохом. Ну, к этому я готова. Мы еще не будем видеть баллы до конца раунда. Мы вслепую играем как будто. И еще один момент. У нас будет право сказать только три варианта ответа. Вот теперь точно все отличия. Поехали? Поехали. Так как я выиграла в прошлом раунде, я выбираю группу учеников, среди которых проводили опросы. Давай в этот раз основу твою группу. Мне как-то там посмешнее будет, похихикай. Итак, вопрос. Какой химический элемент состоит из троек? Что? Таня? У тебя пять секунд. Вбор? Ну, там, типа, вборе троечка и палочка. Это неправильный ответ, поэтому право первого хода переходит Илья. Илья, тебе нужно назвать три варианта ответа. Которые ответили ученики основной группы, то есть не химики. Тройки. Элементы. Не факт, что они будут говорить про элементы вообще. Я назову по твоей логике, но не бор, а бор, а бор, тоже потому что тройка. И три, потому что в нем есть тройка. Хорошо. Ага, и теперь еще какую-нибудь логику надо применить. Это будет три, три, три. Что, что общеизвестно людям с тройкой? Надо хоть что-то придумать. А не могли ли они триолы сказать? Навряд ли они не знают наверняка про триолы. Ладно, я предполагаю, что так не ответил никто, кроме меня. Но я отвечу, пусть это будет глицерин, потому что он трел. Все. Есть шанс сказать дично, я ее выскажу. Пусть это будет тритий. Я просто сидела такая. Три, три. На три. На три, ага. И еще. Подожди, еще один какой-то должен быть. Я просто все, короче, по порядку сейчас. Но я про существование третье тоже забыла вообще. Надо было бы. Не додумалась таблицами Делеева перед химическим квестом. Слушайте, давайте в рамках трэша алюминий. У алюминия всегда тройка. Типа, алюминий всегда с тройкой идет. У инвалидность три, заряд плюс три. Итак, вы назвали... Стоп, мне есть еще что сказать. У тебя закончились попытки. Так у меня не ответ, а обращение. Вот мы сейчас пытались угадать самые популярные варианты ответов школьников. И теперь задам вопрос, а ты попробуй угадать самый популярный ответ среди преподавателей Умскум и Ли. Мне тоже нужно ответить. Нет, я все учла. Итак, вопрос. Как называется онлайн-школа, в которой есть основной курс подготовки к экзаменам, где тебе расскажут всю нужную теорию и дадут море эффективной практики для успешной сдачи экзаменов на высокие баллы? Я правильно понимаю, что ответ будет по ссылке в описании? Абсолютно верно. Окей, а нам пора узнать, кто из нас выиграл. Натрий? Не знаю. Ираний. Ираний? Почему Ираний? Я не знаю. Мышьяк? Мой аттестат. Кислород. Литий. Литий третий. Мы его упустили. И три. Ну, слушай, вот И три есть. Натрий 33, И три один. Получается, Лия у нас ответила И3, это плюс один балл, глицерин и барий. Таких ответов нет. Не нашлось. Таня у нас ответила третий. Натрий, это самый популярный ответ. Так ответила 33 человека. И алюминий. Я готов озвучить итоговый счет. Можно ее? Лия, ты набрала 14 баллов, и чемпионом в этой химической битве оказывается Татьяна Граева, и у нее 45 баллов. Никогда не думала, что скажут спасибо, Натрий. Я что-то переволнялась, я даже не поняла, что я выиграла. Поздравляю тебя с победой. На этот раз искренне. Мне немножко стыдно, конечно, но тем не менее, тем не менее. Девочки, расскажите про свои впечатления. Как вам игра? Это супертревожная игра. Да, сами вопросы мы заранее не видели, и мы к ним не были готовы, поэтому это была интригой до последнего. Ты же такой, у тебя пять секунд. Я за пять минут этого не додумаю. Очень тяжело додуматься логически. Сразу начинаешь думать вот именно в химическом направлении. А нужно думать как люди. А думать как люди, оказывается, я не умею. Вот что я выяснила в результате этой игры. На самом деле, тема прикольная. Надо будет еще как-нибудь с кем-то сыграть. Тут вообще знание химии не имеет в целом значения. Да, кстати, возможно, не химик ответил бы лучше на эти вопросы, чем мы. Но вообще, вдруг вам тоже понравилось? Не забывайте об этом отписываться в комментариях. С вами была Татьяна Граева и Лия Менделеева. Удачи в подготовке к экзаменам и пока-пока. До встречи!